Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых финансовых событиях, которые влияют на динамику активов. Сегодня мы, разумеется, продолжаем находиться в ожидании супер насыщенного четверга, это завтрашних данных по инфляции, которые напрямую повлияют на то, что происходит с долларом. Динамика американской валюты в последнее время несколько наскучила, если посмотреть на то, что происходит с индексом доллара. В частности, он котируется на отметке 90.07. Мне кажется, что всю прошлую неделю и за некоторое время до этого я констатировал и называл те же самые ценовые уровни и значения. Мы действительно находимся сейчас в той фазе рынка, когда ему нужен дополнительный триггер. И этим триггером как раз должны выступить предстоящие данные по инфляции. Забегая вперед, друзья, детальнее мы, безусловно, об этом дне как супер насыщенном четверге и отчете по индексу потребительских цен поговорим в ходе завтрашнего брифинга. Но заранее могу сказать, что инфляция 100% вырастет и вырастет значительно. То есть будут новые многолетние даже максимумы. Мы знаем то, что инфляция в США растет, многих это заставляет беспокоиться, особенно фондовиков, особенно тех, кто делает ставку на акции категории роста, то есть костяка индекса NASDAQ, потому что именно этот индекс уязвим от инфляции. И именно трейдеры этого сегмента американских акций прекрасно понимают, что если инфляция все-таки заставит, вынудит ФРС вмешаться через коллективы денежно-кодительной политики, прежде всего не сладко придется им, потому что первым начнет валиться NASDAQ. Но тучи еще не настолько, друзья, сгустились, чтобы мы с вами готовились, скажем, к осадкам. Ничего страшного пока не происходит, потому что ФРС держит руку на пульсе и ФРС прекрасно увидит, как и мы, что творится с индексом потребительских цен. И по-прежнему через все возможные каналы доносит до нас позицию того, что рост инфляции это временное явление, которое обусловлено факторами, связанными со смягчением карантинных ограничений. Что это за факторы? Это реализация отложенного спроса. Ранее я, друзья, уже говорил, что у американских потребителей накоплено сейчас очень много резервов. Есть триллионные накопления. Эти деньги будут тратиться через какое-то время. Реализация отложенного спроса подстегнет рост цен на нефть и на прочие категории инструментов и, в принципе, товаров. Рост инфляции будет логичным. Также факторы, которые сейчас способствуют рост инфляции, это дефицит на рынке рабочей силы, дефицит многих товаров из-за проблем с логистикой и снабжением. Это отголоски именно последствий ковида, но с открытием границ все эти проблемы будут устранены и решены. Я согласен с чиновниками ФРС, что текущий рост инфляции это временное явление и не нужно пока что паниковать. Чиновники американского регулятора уже неоднократно подчеркивали, что они изменят денежно-кодитную политику, когда будут достигнуты цели по инфляции, по занятости, когда экономика покажет серьезный прогресс, восстановление после ковидного кризиса. Но, как мы прекрасно понимаем, сейчас, друзья, этого еще не произошло. И на основании даже последнего отчета по нон-фарм-пэрлс, по американскому рынку труда, мы можем сделать вывод, что даже при таком тренде создания новых рабочих мест больше, чем на полмиллиона за месяц, американской экономике предстоит пройти еще долгий путь от 12 до 16 месяцев. Это колоссальный период времени, в течение которого ФРС не сможет вмешаться в стимулирующую политику, потому что это будет глупо. Ведь в любой момент несвоевременно принятое решение по росту процентных ставок может отбросить вообще все восстановление американской экономики на многие месяцы назад. И чтобы, друзья, этого не допускать, конечно же, сейчас нужно придерживаться целевых ориентиров и топить за стимулирующую политику, в принципе, что сейчас и происходит. Завнешний отчет по инфляции, да, он покажет рост, но тут же автоматически, друзья, через, возможно, пресс-конференции голосующих членов ФРС нас, как трейдеров, спекулянтов, инвесторов попробуют успокоить, что даже с учетом такого роста инфляции политика американского регулятора останется неизменной. Поэтому я очень рассчитываю на то, что завтра мы увидим мощное ослабление курса американского доллара и, наконец-таки, будем говорить уже о том, что индекс доллара консолидируется не на отметке 90 пунктов, а находится ниже и 90 выступают уже сопротивлением, до которого американская валюта в ближайшее время не доберется. Золото 1893 для меня, как ранее комментировал, имеет очень большое значение рыночное позиционирование. Буквально вчера, друзья, мы видели, что на рынке большей части преобладали покупатели. 51% был покупателей, 49% продавцов. Сегодня расстановка сил изменилась и уже 47% трейдеров ставят на то, что актив будет расти и большинство то, что будет снижаться. Я в связи с этим, в связи с тем, что завтра очень важный день для доллара, сегодня все-таки рискнул, друзья, и прямо с открытия сессии, открыл небольшим объемом покупку золота и буду, если сценарий начнет разворачиваться в мою сторону и актив будет расти, увеличивать эту позицию. Теперь фундамент и рыночное позиционирование работают заодно и это для меня самая лучшая база для принятия решений. Евро против доллара 1.21.78. Вчерашний отчет по индексу бизнес-оптимизма оказался не таким классным, как хотелось бы 79.8 с 84.4. Но негативить не нужно, друзья, потому что у нас необычная база сравнений. Мы сравниваем текущее значение с тем, что было в прошлом месяце, когда индекс коснулся 20-летнего максимума. Ну и, конечно же, наивно было полагать, что индекс может удержаться на таких высоких значениях и дальше. 79.8 – это также прекрасные показатели, которые свидетельствуют о том, что бизнес уверен в перспективах экономики Германии и, соответственно, валютного блока. Удивительно было наблюдать за пересмотром оценки квартального и годового роста, с счетом корректив в квартальной оценке, по экономическому росту еврозоны. В частности, ВВП вместо в первом квартале снижения на 0,6% снизился на 0,3%. Годовой спад составил не 1,8%, а 1,3%. Это, мне кажется, является все-таки логичным продолжением такого позитивного макроэкономического фона, который был. И если вы, друзья, забыли, что евро я рекомендовал покупать не только из-за слабого доллара, но еще из-за очень хорошего фундамента статистики, который, в конце концов, поможет еврозоне оказаться чуть ли не в лидерах роста среди всех развитых стран, я советую вам вспомнить это. Евро против доллара. Цель 1,2350. Это возможно даже до конца этой недели, потому что завтра заседание Европейского Центрального Банка, и, на мой взгляд, подтверждение стимулирующей политики будет, как раз станет тем самым катализатором роста главного валютного риска. Фунт против доллара 1,4152. Здесь фунт не меняется. Нет каких-то отчетов. И мы ждем 21 июня, когда либо снимут, отметят окончательный локдаун, либо нет из-за штамма дельта. И вот это решение будет судьбоносным для британской валюты. Я очень рассчитываю на то, что мы все-таки пойдем, друзья, с вами вверх, выше уровня 1,43. Так, доллар-канадец 1,2106. Соответственно, сегодня канадец в центре внимания в 17.00 по московскому времени. Заседание канадского регулятора. Я думаю, что будет дополнительно сокращена программа количественного смягчения с 3 до 2 миллиардов канадских долларов в неделю. Хотя это очень оптимистичная оценка. И меня бы даже устроило не само решение, а готовность канадского регулятора сделать это в последующие периоды. У нас сейчас нефть на многолетних максимумах очень сильно выросла. Сейчас я прокомментирую. Поэтому вкупе с слабостью, объективной слабостью доллара, поддержки со стороны канадского регулятора и цен на энергоносители, но мы должны, друзья, добить до уровня 1,20. И я не оставляю надежды все-таки сделать это в перспективах даже этой недели. Американский фондовый рынок остается на максимумах 4224 пункта. Соответственно, выход с завтрашнего отчета по инфляции вряд ли изменит рыночное настроение, потому что все все равно будут понимать, что стимулирующая политика ФРС остается в приоритете. И рынок нефти 72,57. Жаль, что мы не откатили. Достаточно, чтобы можно было с очень привлекательных уровней выкупить нефть. Но если вы ранее еще остались в длинных позициях, друзья, вы молодцы. У меня смелости не хватило держать лонг выше 70. Если у вас хватило, я вас поздравляю. Нефть растет, потому что администрация аналитической информации накануне сообщила о том, прогноз на 2021 год, что объем добычи в США будет сокращен на 230 тысяч баррелей, при этом спрос вырастет на 1,49 миллиона до 19,61 миллиона баррелей в день. Всемирный банк улучшил прогноз экономического роста до 5,6% мировой экономики. И данные по API, которые вышли, показали снижение запасов сегодня в 17.30. Через 30 минут после заседания канадского регулятора официальные данные по запасам, которые также, скорее всего, укажут на снижение. И это может поспособствовать еще большему росту котировок нефти. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всем удачной торговой сессии. И пока.